Спасибо большое, Игорь Борисович. Я тоже присоединяюсь и поздравления, приветствуем по случаю организации этой конференции. И, коль у нас конференция международная, мы будем, наверное, общаться на русском языке. И вы правильно сказали, что последние недели было насыщено событиями, посвященными столетию образования СССР, вхождение в Советской Армении. Я должен проинформировать, что Института истории Академии наук Республики Армения проделал большую работу в деле изучения основополагающих проблем истории СССР, в частности, Советской Армении. И мы, в том числе я, достойно представили наши изучения и наши позиции на международной конференции, созванной в конце ноября, начале декабря в Москве совместно с Институтом всеобщей истории Российской Академии наук, в зале Президиума Исторического общества России. И там были представители многих бывших республик Советского Союза, из Казахстана, Киргизии, но в Среднеазиатской республике, кроме Туркмении, были представлены. Они были представлены также из Белоруссии, из Армении, из Азербайджана, был докладчик-представитель. И там мы развернули и широкую дискуссию по этим всем вопросам. И после этого, как вы уже сказали, в Ереване силами института истории была организована также международная конференция, посвященная образованию СССР. И на нем также присутствовали наши коллеги из России, Белоруссии. И мы провели эту международную конференцию. И по итогам этой конференции мы также издадим в следующем уже году сборник наиболее удачных докладов. Присутствовали представители всех наших известных вузов Армении. Так что историки Армении достойно, по-моему, ознаменовали вот эту дату в нашей общей истории. Я должен сказать, что к столетию я подготовил книгу, которая вышла как раз месяц назад. Образование СССР и Армения, и процессы, и итоги. И в этой книге наиболее четко представлены те моменты образования общего государства, Советского Союза. И сделаны выводы. Я также представил отдельно итоги деятельности Советской Армении в составе общего советского государства. Я должен сказать, что как раз ровно 69 лет назад, в этот день, 29 декабря, в Москве полномочная конференция, как вы знаете, четырех советских республик, Закавказской Советской Республики, Федеративной Украины, Белоруссии и России, приняли проект образования СССР. А уже 30 декабря этот проект был подписан, был подписан договор об образовании СССР и декларации образования СССР. И, коль о датах речь зашла, я скажу, что, как уже сказал, просуществовало ровно 69 лет. И 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию за номером 142Н, в которой, в частности, констатировалось, что созданием Содружества независимых государств Союз СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование. Вы знаете, что за день до этого первый и последний президент СССР Горбачев заявил о своей оставке и вскоре над Московским Кремлем был спущен государственный красный флаг СССР. Вот даты существования Советского Союза. Я должен сказать, что Армения после советизации в начале декабря 1920 года советские власти Армении ревком предпринимали шаги для нормализации и поставки уже на документированную базу отношений между Советской Арменией и Советской Россией. И должен сказать, что советизацию Армении мы в этом ключе воспоминаем как восстановление, к сожалению, потерянных в годы, во многом потерянных в годы Первой Республики отношений с Россией, уже Советской Россией, и в этом смысле воспринимаем и процесс образования СССР. Я должен сказать, что этот процесс, как вы знаете, шел не так гладко, и коммунистические руководители партии большевиков все время экспериментировали над созданием вот этих федеративных союзных отношений. И должен сказать, что еще в 2019 году была подписана декларация, которая фактически уже положила основу вот этого будущего советского государства. Но до этого шел процесс образования Закавказской Федерации, также это можно считать как эксперимент. Вы знаете, что в 1920-21 годах Советская Армения, к сожалению, была в тяжелом экономическом, политическом положении. В стране, в республике было очень много беженцев, западноармянских беженцев, чудом спасшихся от кровавого геноцида, устроенного правителями Османской Турции. И экономическое положение Советской Армении было тяжелейшим. И должен сказать, что и в процессе образования Закавказской Федерации, и в процессе образования СССР руководители Советской Армении, в частности Александр Мясникян, были полностью солидарны в этом вопросе с властями Советской России. И если, как вы знаете, в Грузии, и в Азербайджане, и в Украине также были такие моменты, чтобы отстоять как бы суверенность, не войти в состав общего государства. Хотя мы знаем, что в конце концов это случилось. В Армении такого не было. Власти Советской Армении в этом вопросе, и даже я вам скажу, в вопросе автономизации, вот этой плана автономизации сталинского проекта, были за вхождение в любом виде Советской Армении в это общее государство. И самое главное, они настаивали на том, что мы должны быть Советской Россией, и наши национальные государственные интересы требуют этого. Образовался Советский Союз, и мы знаем, что до того, как было это название утверждено, Союз Советской Социалистической Республики, например, руководитель Советского государства Ленин, он предлагал оформить этот Союз как Союз Республик Европы и Азии. То есть вроде как бы Евразийский Союз, но потом уже пришли к абревиатуре СССР, и так это государство стало называться. Должен сказать, что очень много у нас были дискуссии насчет статуса Советских Республик, в том числе Советской Армении, в составе СССР. Крайне резкие мнения высказывают те круги, которые стремятся не считать Советские Республики, в том числе Советскую Армению, государственностью, и отрицают и Советскую Армению как вторую республику. Но должен сказать, что и историкам, и в частности нашему институту, который опубликовал многотомник по истории Армении, и четвертый том этого многотомника почти полностью посвящен истории советского периода. Так вот, нам удалось отстоять и в учебниках школьных, я тоже являюсь автором, и автором как раз периода образования СССР, нам удалось достичь того, что Советская Армения, она считается как вторая республика. Должен сказать, что в 1920-1922 годах, до образования за федерацией, Советская Армения имела почти все государственные атрибуты, характеризующие как независимость. Но мы считаем, что Советская Армения была государственностью в едином советском государстве. Хотя после образования за федерацией уже вот эта формальная как бы независимость была утрачена, и не только Советской Армении, но и Советской России, Украине, Белоруссии, Азербайджану, Грузии. Но мы считаем, что в этот период мы сохранили по мере возможностей советскую, армянскую, национальную государственность. И тем самым считаем этот период важным для развития нашей истории. Должен сказать, что это я вам уже сказал, это официальная позиция армянской историографии, но есть круги, которые так не считают. Хотя это мало этих специалистов, можно сказать. Но в отличие от нас, например, грузинская историография считает этот период советской оккупации. Должен сказать, что советской оккупации этот период считают даже в Азербайджане. И официальная историография Азербайджана об этом говорит. Представители Среднеазиатских республик, которые позже вошли в состав СССР и приобрели государственность, которой у них не было, они почти целиком, хотя официальная историография считает, это период их национального процветания, образования государственности. Ну, мы знаем, что такой же подход и у наших белорусских коллег, и в Белоруссии, ну, в отличие, конечно, от Украины, где вы все прекрасно знаете, какое отношение вот к этому советскому периоду. И еще хочется обязательно отметить, что в составе СССР, кроме Советской Армении, как национальной республики, Советской национальной республики, существовала и Нагорно-Карабахская автономная область, которая вот именно и благодаря тому, что получила статус национальной, значит, автономии, смогла вот эти 70 лет противостоять националистической политике Советского Азербайджана. И арцавцы, жители Нагорного Карабаха смогли отстоять свои позиции и жить на своей исторической родине. И так вот, НКО также было признаком государственности. Она имела свою конституцию НК, АОНК. Сначала называлась АОНК. Имела свою конституцию, где были формированы ее территории, административные границы, административные органы и так далее. Я должен сказать, что в целом в составе СССР к моменту его распада было всего 8 автономных областей. И вот одним из них была и Нагорно-Карабахская автономная область, можно сказать, Армянская автономная область. Так что в составе СССР армяне имели две государственности, как национальную республику и как автономную область Нагорного Карабаха. Я хочу привести пару примеров, потому что здесь и в этом исследовании, также в разделах итоги приведены достижения Советской Армении. Но вы знаете, они были огромные в сфере экономики, в сфере науки, культуры. Армения, Советская Армения, самое главное, была защищена от внешних угроз. И это в советский период дало возможность для мирного процветания и развития нашей Советской Республики. И хотел бы обратить ваше внимание, что Советская Армения и ее руководители преследовали и национальные задачи всего армянства. Есть такое мнение, хотя оно не превалирует, что национальные интересы Советское руководство Армении не защищало. Так вот, это абсолютная ложь. И доказательством этому различные письма, заявления, которые шли в Москву с требованием включить Нагорно-Карабахскую автономную область в состав Советской Армении. Говорилось также о Нахичеване. И в годы СССР, послевоенные, в 60-е годы, небывалое национальное пробуждение было в Советской Армении. Было на государственном уровне отмечено 50-летняя годовщита геноцида армян в 15-м году. Также в 1967 году в Ереване был открыт мемориальный комплекс с вечным огнем, возведен памятник стелла в память невинных жертв геноцида. Как я уже сказал, руководство Советской Армении и национальных вопросов выступало в защиту требований армянского народа. Я вам приведу один очень интересный отрывок из письма руководителей Армении в Москву, ЦК КПСС, 30 сентября 1966 года. Напомню, что в этот период республикой руководил Антон Кочинян. Так вот, в этом письме мы читаем. Для армянского народа, как и других народов, территориальные вопросы всегда имели жизненно важное значение. Для него было величайшей национальной трагедией отторжение Турции с западных областей Армении, составляющих более 2 трети территории Армении, которая в период Первой мировой войны сопровождалась массовым истреблением полутора миллионов армян. Именно этим следует объяснить болезненную реакцию населения республики на коварство турецкой дипломатии, пытающейся фальсифицировать историю и уйти от ответственности за геноцид и отторжение армянских земель. Представляете, 1966 год и такое заявление руководства Советской Армении. Как мы видим, оно смело ставит вопрос ответственности республиканской Турции за геноцид армян в Османской империи и захват Западной Армении. По сути, вопрос возмещения последствий геноцида. Можно привести многие другие примеры, но я хочу в завершение сказать, что, как мы видим, Советская Армения и внесла свой вклад в общее развитие СССР и занимала достойное место среди советских республик. И в первую очередь, говоря об уроках этого периода истории, мы все прекрасно понимаем, что канул в историю СССР, и СССР-2, конечно же, не будет, но мы в этом плане на первое место ставим, делая уроки из истории, это наши дружеские, стратегические отношения с Россией, будь она советская, демократическая или другая. И в этом плане мы, конечно, делаем такой вывод, что и на протяжении истории, и на протяжении советского периода, нашей общей истории с Россией, и другими советскими республиками. Мы оцениваем это, и сегодняшний урок от этого вытекает. Это развивать наши стратегические отношения, союзнические отношения с Россией, другими, в частности, с Белоруссией, и здесь представлены Казахстан другими республиками бывшего Советского Союза. И вы знаете, вот те крылатые выражения СССР, я не буду повторяться, но самое правильное из этих, что, к сожалению, распад СССР стал величайшей катастрофой 20 века, века геополитической, и, к сожалению, все прошедшие годы мы испытываем на себя. Вот что я хотел сказать. Еще раз спасибо за приглашение, и думаю, что развернутся дискуссии, и если будут вопросы, я также готов ответить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.